вот это привязать это привязать это надо сейчас отрежем даже сейчас зачем только можно так чтобы не было высохла же смотри персики наконец-то за столько лет за столько лет первый раз мамами что он году тоже не было но она пойдет наверно вон яга сколько у нас это уже надо флюкать сейчас это не делать они все попадают на четыре стены у нас еще другое который позже будет вот эта дикая да немножко и общепать новое что-то улице вот это вот и дикая а вон наше дерево поднялось груша еще маленькая сюда вас пока она будет осенью все тоже полно вот эти вот спелые это смородина еще это позже будет что есть уже те цветы там стоит даче их завезу много да так что можно сюда привезти и сюда их засадить смотри малины сколько ух ты блин не сейчас на собирать на смотри какая большая да я же ее была обстрелила под самые корни смотри какая хорошая варенье навариваешь ну вкусно века ну тебя после рентагов здесь косить придется не знаю пока у нас не получилось эту дачу продать будем ее дальше держать насчет чего картошку будем здесь сажать потом вот наш заборчик я тоже постриг сливы тоже полно да это заброшенная дача я уже обрезал дача заброшенная так что все к нам лезет все цветочки все сюда летит ну покупать новую крышу надо все переломала дырка везде на новый пластик на покупали на крышу на сливы полно на на что можем собирать вот здесь заросло вот это дерево там тоже полно сливы в заброшенном в конце августа может возьмем это отпуск в неделю порядок здесь наводить вон лук может сегодня нарезать я приступлю вот это все собирать то что я нарезал 7 воскресенье не охота так много сильно работать субботу тоже работали ну немножко ну галюсик показывать собралась это еще перебирать надо ну да кляве помыть надо все а вот так я уже погнилую я сразу снимаю джазик у нас доволен вот вот малина машутся с кружевником и желтая малина очень сладкая ее у нас немного ну чуть-чуть уже очень хорошо ну что-то мы привезем все помоется вот это можно с сахаром перетереть и я еще замораживаю тоже и потом у меня еще с того года пакетик последний лежит и вот и еще большой у нас вкус ты снимала вот еще будет ну и думаю свекровки дать тоже естественно и может лариса приедет это нарвет себе тоже потому что я поморожу или сахаром растирую как типа для варенья тоже так вот не буду ее варить ничего вот так вот прям перетеру сахаром в блендере тоже как варенье можно ну вот в основном потом он на осень на зиму такой вот остается компот варю я тоже много и груша будет я еще грушу тоже мою потом все это разрезаю на мелкие кусочки потом тоже компот и вместе с мрозненной дети обожают очень очень вкусно так вот это малина мы что-то опоздали уже много гнилой было мы самое хорошее такое еще можно кушать повыбирала домой не довезем наверное я поедем на другую дачу на нашего козла надо перевязать он бегал по всему полю а теперь он начал через забор перепрыгивать пришлось его привязывать жалко конечно это забор надо выше делать ну сейчас пока времени эту забор выше поднимать забор есть протянуть его надо перевяжем его просто чтобы он по всему полю ну не по всему но на половину поля чтобы он бегал ну у него же это ну как мы там краник что-то ну два пики а я а я а что вот такой урошай с нашей дачи это еще не все это только начало да это с первого куста полностью я его сорвала потом у нас и персик еще у нас будет да ну все равно же что-то да за столько лет мы это маленькое дерево посадили постоянно болела болела да сколько лет она у нас 4 года стоит да не было вообще персиков у твоей мамы она посадила сразу на следующий год или что у нее был первый год урожай тоже и у нее оно намного больше хотя бы мы год позже посадили соседка отдавала соседка то мама отдала вот такой вот маленький кустик вот такой вот у нее вот вылез вот вот такие дела у нас будем собирать урожай да еще дел здесь много на это надо время надо взять как-нибудь отпуск на работе сейчас скоро через сколько полторы недели еще ровно осталось у нас скачка начинается много работы подготовка временно дачу вообще не будет да ну мы как бы хотели же дачу продавать мы уже говорили вам да но эм мы так вот думали вот тысячи вот или вот так вот до 800 ойро да ну 800 ойро и не меньше мы хотим потому что сколько лет мы ее держали да она у нас уже почти 15 лет 800 ойро о не для меня это дорого и все все ну дорого ну не бери и так что все хотят за копейки ее да а за копейки мы ее продавать не собираемся потому что для нет очень много труда здесь и работы много и всего-всего так что за копейки мы это тоже отдавать не будем и я думаю что 800 ойро это хорошая цена для дачи такой да сколько мы работать сюда всунули да теплица вот это тоже своими руками где она такая стабильная просто что вот надо крышу да менять потому что было тонкое да вот это вот считай дом да в доме ну это уже каждому каждый сам смотрит там диван стоит стенка стоит если кому не нравится может это убирать и это уже каждому уже свое да как бы сколько хочется а так потому что все хотят это за копейки мы передумали сейчас это продавать будем поддерживать будем работать здесь и будем дальше так и ухаживать все но мы ее отдадим только в том случае за какое за какую сумму мы хотим отдать да не меньше 800 ойро да не меньше потому что это жалко просто жалко вот это все столько сюда труда вложить и потом просто кто-то придет и говорит ой не для меня 800 ойро дорого ну туда извини туда еще и другую дачу да потому что ну мы эту дачу получили за бесплатно потому что она была заброшена она была в ужасном виде я даже не помню есть у нас фотографии еще что мы даже не делали жалко она была вначале делать как она выглядела и как она сейчас выглядит альбом делать да мы не подумали молодые глупые не знаю сколько там тогда было да мне было наверное где-то 20 ну да 15 лет наверное полностью перекапывались здесь полностью все по-новому сели полностью все выравнивали все это делали я в то время беременная была с Адрианом садили деревья новые и туды-суды все вот эти вот и вот эти вот вот эти да покупали мы их ездили а потом дом вот эту полностью обшивку сделали потому что он был черный внаружи внутри вообще было это был капец да внутри тоже все закинуто было там такой ну это дача была здесь тоже дети были походу потому что здесь тоже детских вещей вот эта вот игрушка все-все такое было все мы выкидывали все вывозили потом а внутри дом крыша обшитая да вот это специально дерево вот это вот порисованное потом линолеум положен стенки тоже обшитые на кухне обои наклеены кухня стоит кран сделанный все-все вот эту террасу тоже мы сами делали не было таки раз ничего потом свет полностью делали там изоляр вот это вот мы покупали оплату вот это вот тоже есть сзади тоже подстройка была ну она есть там все вот эти вот как гири это вот эти ну там ну лопаты все лопаты да то что может там это косилка тоже стоит ну все там стоит потом там еще достраивал вначале как беседка была да мы сделали там там сзади выложено тоже было да ну и выложено есть но просто ты сделал как беседку тоже красиво так тоже дерево откуда-то там доски притащил красиво так прям нас сделал было сидели там отдыхали под крышей тоже да потом здесь террасу сделали там полностью обшили закрыли поставили 1000 литра фону для воды когда вот сильно жарко и это и она полная оттуда воду брали и поливали тоже всегда потому что помидоры я тоже сидела огурцы сидела уже вот второй год мне ничего не сложат потому что времена это сейчас нету так шибко сюда ездить ну и вот так вот поэтому нам жалко сейчас ее давать за копейки да да жалко но если кому интересно у нас еще есть там может здесь что она смотрит отсюда у нас лежит черепица да вот 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 эти вот стигельштайн для крыши вот это тоже если кому интересно если кому надо пишите ну я дадим она нам не нужна мы не знаем она с ней там лежит она все сладина уже приехать забрать все кому надо ну вот так потом а для детей ну песочницу мы сейчас убрали в том году полностью да для детей мы хороший шпиль сделали да как это шпиль качели качели потом ручь ручья как она блин вдвоем ой блин русские мы ну как для детей горки всякие горка во горка вниз скатываться потом песочницу мы убрали здесь они на этом месте футбол играют специально ничего не садили когда был первый год да там прям спереди я была там уже было выкопано грядки я туда что-то посадила но мне ничего не получилось я в этом так не разбираюсь помидоры могу посадить обувь могу посадить зелень да потом мы это все убрали просто выровняли сделали для детей там они тоже очень удобно для них конечно дачи удобно для тех кого вот нету дома свой дом свой балкон поэтому дачу удобно на не дома квартира квартира с балконом поэтому мы имеем дачи не только мы многие кто здесь живет у кого квартира с балконом они лучше имеют дачу и там все ухаживает 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 у каждого по-своему ну как нашли в газете нашли дом тоже 5-комнатный дом тоже двухэтажный но там стоит что там а два балкона если два балкона то значит нету 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 сад нету сада нету да я так думаю что этого нету ну мы хочем термин сделать поехать да ну не дорого вообще поехать посмотреть ну посмотреть же можно а там уже будет видно да ну это купить это не под аренду а покупать надо ну посмотрим да если нам сделаем термин поедем посмотрим этот дом что за дом а если там не будет гартен то я наверное то мы и не возьмем я хочу чтобы был дом с гартеном смотря где он находится если он если он в центре находится возле центра тогда такое может быть ну поехать посмотреть можем за счет этого там будет видно посмотрим посмотрим как он выглядит на каком этаже может быть ну ну мы вам видео покажем и поедем да если смотреть то снимем сразу покажем а потом скажем понравится нам не понравится если нам не понравится то будем дальше искать да да может где-нибудь в деревне недалеко отсюда может в деревню переедем там возьмем да будем смотреть будем искать что-то новое охота свою ну ничего работаем мы добьемся что мы добьемся да поживем увидим да так что спасибо вам всем за ваши хорошие комментарии на последние видео вообще мы читали их вы не думайте то что мы их не читаем и это да если под комментарии сердечко значит все прочитано так что вы молодцы мы вас любим так что будьте с нами спасибо за вашу поддержку и всем привет кто новенький у нас на нашем канале и так что огромное огромное вам спасибо за то что вы с нами оставайтесь с нами будем только рады и до новых встреч пока до новых встреч